МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Санкт-Петербург продолжает свою работу в эфире, потому что это ваше право видеть и знать, чем живет великий город. Наш долг дать вам его. Я, Юрий Зинчук. Здравствуйте. Итак, в эфире программа Пульс города. Мы говорим о всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия. 21 век, Санкт-Петербург, сегодня хроника каждой недели, день за днем. Что произошло за это время? Какие события люди изменили нашу жизнь сегодня? А какие предопределили то, что будет с нами завтра? И уходящая неделя февраля войдет в летопись Петербурга следующими яркими заголовками. Итак, сегодня в программе МОТОР! Для какого города президенту ничего не жалко? Для Питера не жалко. Владимир Путин и губернатор Александр Беглов обсудили вопросы развития Петербурга. И один из них – будущее нового грандиозного парка Тучков-Буян. Попсажем за это дальше. Еще на один шедевр в списке мирового наследия Петербурга скоро станет меньше. Словом, сохранять здесь больше нечего. Почему чиновники из Министерства культуры не хотят спасти уникальную дачу Фаберже, которая раньше считалась одним из самых богатых особняков Российской империи? Кто и куда нас повезет? 690-я маршрутка из Леостровского в Приморский район. Буквально через полгода она окончательно уйдет в прошлое. Петербург на пороге крупнейшей транспортной реформы. Как нам избежать ошибок прошлого? И как научиться использовать опыт других мировых мегаполисов? У автобуса нету зональности. То есть тариф во всем Лондоне идет один. Экономическая оттепель или очередная кампания, подобная Ленинскому НЭПу или Горбачевскому закону о кооперации? Был напечатан закон Союза Советских Социалистических Республик о кооперации в СССР. Как в Петербурге оценивают новые инициативы Госсовета по смягчению законодательства в области малого и среднего бизнеса? Если дать производителям площади, мощности, киловатты, коммуникации, вот это будет мощнейшая поддержка. Здесь дворы, как колодцы, но нечего пить. Если хочешь здесь жить, то умерь свою врыть. Петербургские дворы-колодцы как следствие уплотнительной застройки 19 века. Почему эта градостроительная ошибка прошлого стала одной из главных примет современного Петербурга? Ну а начинаем мы с главной политической новости этой недели в Петербурге. Я имею в виду те мероприятия, которые были посвящены Дню памяти Анатолия Собчака. 20 лет назад оборвалась жизнь первого и единственного мэра нашего города. И вот в связи с этим практически весь, что называется, основной состав властной элиты современной России приехал на свою политическую родину, чтобы отдать дань памяти своему учителю, частью команды которого каждый из них являлся в начале 90-х. Той командой, выходцы из которой сейчас во многом и определяют выбор путей развития России. Уже сейчас, в 21 веке. Вот эта картинка наглядно иллюстрирует, что это действительно была команда. Даже сейчас, спустя 20 лет, в одном месте, в одно время Путин, Греф, Казак, Кудрин, редко события заставят их собраться вместе в таком составе. А память об их лидере и руководителе собирает. Но эпоха Собчака – это история, которая во многом изменила не только Петербург, но и всю страну. О ней мы поговорим чуть позже. А сейчас нас больше волнует настоящее и будущее Петербурга. И, конечно же, встреча первого лица государства с первым лицом города – всегда это событие, которое вызывает особый интерес. Потому что именно на таких встречах порой принимаются очень важные масштабные решения. И эта встреча не стала исключением. В начале губернатор отчитался перед Владимиром Путиным о том, как реализуются социальные программы в Петербурге. Мы относительно успешно завершили 2019 год. Спасибо за ту помощь, которую вы оказали. Это 10 миллиардов 600 миллионов рублей на выкуп социальных объектов. И в 2019 году мы построили 44 детских садика, 12 школ и 16 медицинских объектов. Ну и, конечно же, одна из главных тем – это будущее нового грандиозного парка Тучков-Буян. Напомню, что этот проект как стилеобразующий во многом должен изменить ландшафт современного Петербурга. И вот что решили, обсуждая эту тему, Владимир Путин и Александр Беглов. Мы сейчас провели международный конкурс по арт-парку. Я думаю, где-то в июне месяце определим победителя этого конкурса. Выбрали 8 компаний и начинаем развивать. Что касается арт-парка, то для федерального бюджета это не так безобидно. Да, это правда. Когда вы планируете реализовать весь проект? Ну, в течение двух лет, наверное, где-то 2-2,5 года. За проектирование и строительство. То есть за два года вы уже планируете? Ну, постараемся, 2-2,5 года. Это впервые за историю Ленинграда и Санкт-Петербурга. Даже в советское время никто не мог позволить себе. На старом месте, там, где был исторический парк, вы это хорошо знаете, тогда показывали. Мы возрождаем этот исторический парк. Да, для федерального бюджета это обошлось недешево. Но это история нашего, Владимир Ильич. Это история нашего города. И для Питера не жалко. И для Питера, как вы всегда говорите, не жалко. Спасибо вам за это большое. По первым очень приблизительным оценкам, Тучков-Буян обойдется бюджету в 6 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть, федеральному бюджету, не городскому. Вот почему Путин сказал, для Питера не жалко. Ну, теперь веднемся к теме. А какую роль сыграл Анатолий Собчак, день памяти которого отметили на этой неделе. В истории нашего государства, нашего города. Мы не будем еще раз пересказывать биографию первого мэра Петербурга. Говорить о ошибках, заслугах. Давайте просто попробуем условно взять у него интервью. По самым важным вопросам, которые актуальны до сих пор. Анатолий Собчак давал много интервью, и мы лишь выбрали его ответы. А вопросы мы оставили свои. Итак, три главных вопроса Анатолию Собчаку. Три вопроса из нашей эпохи, от нынешней России. И три его ответа из того исторического прошлого, которое сейчас чуть больше дает нам возможность понять настоящее и будущее нашей страны. Насколько были оправданы жесткие экономические реформы, решение о проведении которых было принято так называемым Гайдаровским правительством в начале 90-х. Я считал, что вот эта так называемая шоковая терапия – это цинизм по отношению к народу. И, может быть, самое главное негативное, что случилось в результате этого, и что вот теперь уже видно по прошествию времени, и что можно сказать в упрек и Гайдару, и всем другим, кто осуществлял эту шоковую терапию, она убила энтузиазм народа. И веру в демократическое развитие страны, в демократическое будущее. Как известно, приход к власти Владимира Путина во многом изменил нашу страну и предопределил ее развитие в 21 веке. Почему тогда в Кремле выбор пал именно на него? – Ельцин любит испытывать окружение. Он много раз заводил разговоры обо мне и в достаточно таком негативном плане, но Путин никогда в жизни не сказал обо мне ни одного плохого слова. – Это была своего рода проверка для Путина? – Думаю, что да. Думаю, что Ельцин его проверял. И я думаю, что как раз вот это обстоятельство заставило его поверить в этого человека. Какое место Россия должна занимать в современном мире? – Я думаю, что, в общем-то, ясно, куда нам плыть. Нам ведь нужно выплыть или выйти с того тупикового пути, который мы избрали. И 75 лет шли изолировано от всего мира, отдельно, да еще и других привлекая на этот же самый путь, нам нужно выплыть на ту, ну, как принято говорить, столбовую дорогу, по которой идет все цивилизованное человечество. Не ломая, не противодействуя тем общим законам общественного развития, по которым живут все остальные люди на земле, следуя им, но, конечно, своим особым путем, который исходит из того, что Россия – это Россия, с ее национальным характером, с ее особенностями, пространствами, богатствами и прочим. Ваше отношение к Петербургу Это мой город, это атмосфера, в которой я только и могу жить. Здесь все мои близкие, друзья, и город совершенно фантастический. Другого такого просто нет. Я вот понял, что, естественно, могу жить только здесь. Я думаю, что вот этот вот ленинградский, петербургский, петроградский дух города, совершенно уникального города, особого города, он всегда сохраняется. Полетели дальше и продолжим тему города и тех изменений, которые его ожидают в ближайшее время. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал так называемый документ планирования регулярных перевозок. Это означает, что транспортная реформа, о необходимости которой так долго говорили все мы, начинается. Для справки, в Москве она уже закончилась год назад, а у нас только начинается. Ну, ничего, мы будем надеяться, что в Петербурге ее реализация пойдет по принципу долго запрягаем, но быстро едем. Весь вопрос только в том, а куда, как и когда мы поедем? Уже неоднократно мы обсуждали положение этой реформы в наших выпусках. И то, что с улиц города исчезнут маршрутки, водители которых часто в гонке за пассажирами провоцировали ДТП. И то, что на замену им придут автобусы больше вместимости. И то, что маршрутная сеть Петербурга тоже изменится. В общем, изменения масштабные. Итак, кто, куда и как нас повезет? Петербург на пороге крупнейшей транспортной реформы. Как нам избежать ошибок прошлого? И как научиться использовать опыт других мировых мегаполисов? Об этом в репортаже Антона Цумана. Транспортная реформа, можно сказать, официально стартовала. То есть буквально через полгода транспортная система Петербурга кардинально изменится. В частности, 690 маршрутка из Леостровского в Приморский район. Я ей каждое утро езжу на работу. Буквально через полгода она окончательно уйдет в прошлое. И вот самое время посмотреть, а какой будет новая транспортная система в Петербурге? И как другие мировые мегаполисы прошли через свои транспортные реформы? Через свою реформу транспорт Нью-Йорка прошел еще полвека назад, когда и подземными, и наземными транспортными артериями стала управлять одна компания – МТА. Разовая поездка сегодня обходится в 2 доллара 75 центов или 177 рублей на наши деньги. У нас здесь общественный транспорт очень развит, потому что нету места для парковок, нету места для машин. И также Нью-Йорк входит в стройку городов мира, где самые большие пробки в мире. Поэтому людям ничего не остается делать, как брать общественный транспорт и передвигаться на метро. Кстати, метро – вообще визитная карточка города. По словам аналитика общественного движения транспорта горожане Даниилу Суботина, автобус на Манхэттене вполне можно обогнать пешком. И причина в том, что вопрос, кто же все-таки главный на дороге – пешеход, автомобиль или автобус – в Нью-Йорке пока без ответа. Отсутствие какой-то комплексности, наверное, я бы даже так сказал. Потому что у них куча ведомств, каждый отвечает за что-то отдельное, наверное, взаимодействие. У нас есть в некотором роде такого плана проблемы, потому что одно ведомство может продвигать велосипедное движение в Нью-Йорке, а другое ведомство его, наоборот, там максимально тормозит. Так что для Петербурга это отличный пример ошибки, которую можно избежать. Для справки, в Петербурге уже действуют 60 километров выделенных для общественного транспорта полос. А после 2020 года их протяженность увеличится еще на 9 километров. Общественный транспорт для лондонцев был головной болью до 2002 года. К слову, почти все городские перевозчики – сугубо частные компании. У каждого перевозчика было свое видение развития, пока в 2002 году мэрия Лондона не ввела единые правила для всех. У нас здесь самый популярный проездной – это Остеркард. Вот так он выглядит. Очень удобная система, на самом деле, можно пополнять через такие автоматы. Гид Ирина Белоусова специально для нас проводит экскурсию по транспортной системе Лондона. Станции метро спроектированы так, что находятся в пределах видимости одна от другой. Въезд для личных автомобилей в центр платный, а билет на автобус, хоть и довольно дорогой, дает целый ряд преимуществ. У автобуса нету зональности, то есть тариф во всем Лондоне идет один. Полтора фунта одна поездка, и отмечаться поэтому на выходе не надо. И плюс автобуса в том, что тоже точно такая же система действует. То есть больше, чем 4,5 фунта на автобус вы в день потратить не можете. Это по всему городу. Автобусные маршруты Лондона оптимизируются и сокращаются год от года. И Петербург в своей реформе учитывает лондонский опыт. Несколько десятков привычных коммерческих маршрутов уйдут в прошлое. А для пересадок ведут бесплатный период в 60 минут. По проездному или карте петербуржца, которая имеет все шансы стать аналогом лондонской устрицы. Конечно же будет свое лицо до Санкт-Петербурга. То есть мы признаем то, что маршрутная сеть по основным параметрам, она неэффективна. И все равно сохраняется достаточно высокая степень дублирования. Но тем не менее это уже, собственно, шаг к новой маршрутной сети, которая через 5 лет будет уже видоизмененная и уже оптимизирована. Транспортная система Шанхая многими экспертами считается эталонной. Причем ее развитие шло буквально космическими темпами. Для справки. Вот Шанхай 20 века. А вот Шанхай 21 века. Кстати, поездка в шанхайском автобусе, как рассказывают туристы, обойдется в два раза дешевле, чем в Петербурге. Автобус в Шанхае фиксировано стоит 2 юаня. Это 20 рублей, куда бы вы, в принципе, не ехали. Оплачивать можно, прикладывая проездной. Легко его купить, в метро покупается. Либо просто там есть такая щель, и в эту щель нужно кинуть две монетки. Если у вас нет сдачи, то сдачи вам никто не даст. К услугам помимо метро и автобуса сверхскоростная железнодорожная сеть. Маглев. Максимальная скорость 430 км в час. Кстати, китайцы уже присматриваются к изобретению Илона Маска. Гиперлуп, когда при помощи вакуума в замкнутой трубе скорость капсулы с пассажирами может достигать 1000 км в час. И вот как реализация этой технологии могла бы выглядеть в нашем городе. Например, спускаешься под землю где-нибудь на Невском. А буквально через 5 минут выйти, скажем, где-то в районе Лахты. Да, действительно, было бы здорово. Но пока для Петербурга это остается фантастикой. Фантастика в том числе и потому, что Петербург просто не может развиваться как Шанхай. Дело не в финансах. Просто в этом случае от исторической части города ничего бы не осталось. Вот такой, например, была бы Дворцовая площадь. Таким Невский. Так что в этом плане хорошо, что Петербург не Шанхай. То, что Петербург еще только ожидает, Москва уже прошла в 2016 году. Коммерческие маршруты полностью отменены. Привычные маршрутки тоже. За выгодные линии перевозчикам приходится побороться на аукционе и заменить подвижной состав. Эксперты отмечают, без ошибок не обошлось. Возникла нехватка элементарно-подвижного состава. Потому что некоторые производители просто не успели произвести определенное количество автобусов необходимого класса для работы на новых маршрутах. Но самую главную цель реформы, как отмечают специалисты, Москва уже начинает выполнять. Дело даже не в оптимизации общественного транспорта. А в том, как сделать его популярнее личного автомобиля. По словам экспертов, в Петербурге этого можно достичь лишь комплексной реформы. И транспорта, и дорожного хозяйства, и парковочных пространств. Когда вместо трех полос на Ленинском появятся только две полосы для личного транспорта, то люди подумают, а может быть действительно хорошо бы на этом большом, красивом, вместительном, комфортабельном автобусе сесть и доехать мне от народного ополчения до проспекта большевиков, заплатив там те же 50 рублей. И какой вывод можно сделать из мирового опыта? Петербург, как любой крупный мегаполис, просто неизбежно должен пройти через свою транспортную реформу. Права на ошибку нет. Так что стоит взять все лучшее от транспортных реформ Шанхая, Лондона, Нью-Йорка, Москвы, чтобы, руководствуясь народной мудростью, не изобретать велосипед. Антон Цуман. Пульс города. Еще из городской хроники с федеральным оттенком. И мы бы не заметили этого события, если бы не одна деталь, одна особенность. Дело в том, что на днях впервые со своим рабочим визитом наш город посетила новая министр культуры Ольга Любимова. Ну, посетила и посетила. Много и часто тут министров к нам ездит, ничего особенного. Но речь идет, внимание, о министре культуры, которая приехала в культурную столицу России. Ее поездка была окружена строжайшей тайной. Никаких пресс-релизов, официальных сообщений, таинственность, секретность, режимность никому, кроме съемочной бригады одной московской телекомпании, снимать не разрешили. То ли новый министр скрывала что-то, то ли считала избыточно назойливым для нее появление журналистов. Но, одним словом, культурная столица ничего о рабочей поездке культурного министра так и не узнала. А и правильно, порой много будешь знать, скоро состаришься. Но мы все-таки смогли найти скупой фотоотчет об этом событии, чтобы хоть чуть-чуть узнать об этом событии чуть побольше. И вот какую информацию нам удалось собрать из компетентных источников. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, продолжим тему культуры, а точнее сохранение нашего наследия. Дело в том, что сейчас на окраине Петербурга погибает один уникальный памятник федерального значения – дача Фаберже. Главный ювелир России построил ее в начале века на границе Левашова и Осиновой рощи. Тогда это был один из богатейших особняков Российской империи. Сейчас этот объект находится в ведении того же Министерства культуры. А точнее, он стоит на балансе Агентства по управлению и использованию памятников истории культуры, сокращенно АУИПИК. Вот сайт этого учреждения, принадлежащего Министерству культуры. А вот как официально определяется суть его деятельности. Цитирую. «Основная цель деятельности Агентства – сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящихся в оперативном управлении Агентства, разработка и внедрение в практику сохранения самых эффективных и экономически выгодных методов приспособления объектов культурного наследия к современному использованию». Конец цитаты. Вот давайте на примере этого конкретного памятника дачи Фаберже и посмотрим, как Агентство, принадлежащее Министерству культуры, сохраняет, эффективно использует и популяризирует объекты культурного наследия. Репортаж Андрея Федорова. Мотор. Не знаю ни одного ювелира, все знают имя Фаберже. За зиму у нас произошло еще одно обрушение. Даже сложно сказать, за что здесь надо хвататься в первую очередь. Карл Густавич Фаберже – ювелир и глава династии, которая прославила Россию и наш город на весь мир в начале 20 века. А еще тот, о ком помнят в Петербурге. Ведь не зря у нас есть площадь, названная его именем. Открылся современный музей с его работами и даже причал назвали Фаберже. Но есть еще одно место в 30 километрах от центра города, которое сильно отличается от остальных. Здесь умирает, гниет и ржавеет частичка нашей истории – дача Фаберже. А ведь современники называли ее «малым Эрмитажем». Именно здесь и находится подлинная история семьи. Покупал участок Карл Густавич, обустраивал в стиле модерн второй сын Агафон. Внутри была дорогая мебель, старинные ковры, фарфоры бронза, уникальное собрание драгоценных камней и марок. Об этом свидетельствуют немногочисленные фотографии и архивные документы Левашовского исполкома. Из докладной записки сотрудника отдела охраны памятников и старины Эрмитажа Натальи Бараш от 31 мая 1919 года. Внутренности этого прекрасного дома представляют из себя картину полного разрушения. Все разграблено, выворачено и сломано. На оставшиеся мебели срезаны материя и кожа. В течение последних месяцев через дом прошло больше двух тысяч красноармейцев. Словом, сохранять здесь больше нечего. После революции в здании в разное время располагались санаторий для сотрудников НКВД, госпиталь и детский сад. Все опустело в начале 90-х, когда помещения начали передавать из рук в руки. На балансе главного управления по охране памятников дача была 18 лет. У Санкт-Петербургского горного университета 9. Министерство культуры через агентство по управлению и использованию памятников истории надзирает за развалинами последние три года. Дальше этой двери проходить нельзя. Здание настолько в аварийном состоянии, что, по словам охранника, который здесь дежурит, обрушения происходят каждый день. Видео изнутри можно найти в интернете. А нас не пустили в здание, возможно, совершенно по другой причине. За последние годы памятник усадебной архитектуры вандалы лишили десятка уникальных декоративных элементов, среди которых изразцовые печи, мраморные камины и французский балкон. Ни Первая мировая война, ни Октябрьская революция, ни Финская война, ни Великая Отечественная война не нанесла этот урон столько, сколько принесло Министерство культуры этому уникальному объекту. И мы все понимаем, насколько туристически привлекателен этот объект, потому что имя Фаберже, оно сегодня в топе, оно является славой России, и при этом одно из самых уникальных мемориальных мест находится в таком плачевном состоянии. Еще одно место в Петербурге, связанное с фамилией знаменитого ювелира Большая Морская 24. Именно здесь почти два десятилетия находились его мастерские и самый большой магазин. Кстати, внешнее здание с тех пор не изменилось, даже табличка прежняя Фаберже. Правда, внутри исторического и подлинного почти не осталось. Да, здесь по-прежнему ювелирный магазин, и даже обстановка такая же, как и сто лет назад. Правда, витрины и камины, столы, часы и диваны современные, и музеем здания уже не назвать. С тех времен остался лишь вот этот лифт-сейф, который на ночь ставился между этажами и был под напряжением. Сейчас обычная касса. Самое главное, что сохранилось от Фаберже? Сохранился дух, а мы как продолжатели его традиций. Приятно тоже взойти сюда, прикоснуться, помечтать, пофантазировать. Здесь, например, тоже есть то, что этот лифт-сейф мог использоваться как комната для хранения драгоценностей. И аристократия того времени, например, Матильда Ксишинская могла здесь тоже хранить свои украшения. Более трепетно к реликвиям Фаберже относятся в Государственном Эрмитаже. Здесь к экспонатам прикоснуться уже нельзя. Выставка скромная, всего два небольших зала, но при этом одна из самых посещаемых наравне со знаменитыми художниками. Фаберже чем был знаменит? Тем, что он делал не только яйца, естественно, Фаберже, но то, что он и утилитарные вещи привнес на новый уровень, то есть сделал быт искусством, а искусство бытом, в этом главная его заслуга. В музейных условиях ювелирные шедевры Фаберже могут сохраниться столетиями, а вот жизнь объекта культурного наследия федерального значения исчисляется часами. Сейчас еще такой момент, когда можно попытаться просто схватить свою удачу за хвост и все-таки попытаться остановить это разрушение. Но это надо делать буквально прямо сейчас, объединяясь инвесторам, надзорным органам, неравнодушным гражданам, как-то действительно его пытаться спасать. Историки и кроведы отмечают, неважно, что появится на этом месте. Музей семьи Фаберже, выставочный зал для других экспонатов или культурный центр. Главное – спасти уникальную архитектуру и подлинную историю, которая прямо сейчас умирает в тишине и убивается не осадками и вандалами, а безразличием. Андрей Федоров, Пульс города. Теперь еще из событий городской хроники. Хочется, чтобы таких событий было как можно больше. Дело в том, что в Невском районе на днях открылся новый современный многофункциональный спортивный комплекс «Алмаз-Антей». Спортзалы, бассейн, фитнес-площадки – это настоящий дворец спорта, который создали на радость жителям Невского района. Примечательно, что участие в этом проекте принимал и концерн «Алмаз-Антей». Тот самый, который строит знаменитые на весь мир грозные ракетные комплексы С-400. На сегодняшний день «Алмаз-Антей» является достойным преемником нашего старейшего Абуховского завода. Это очень здорово, потому что не только ракеты делает, которым удивляется весь мир, но и выполняет свою социальную задачу. Продолжаем выпуск. Следующая страница нашего телевизионного журнала «Новости за неделю Петербург» за 99 секунд. Одну секунду мы сохраняем для будущего, а две девятки бьются, как пульс великого города. За это время мы расскажем, чем жил Петербург. Мотор! На днях стали известны официальные данные об уровне рождаемости в Петербурге за прошлый год. Всего было зарегистрировано 30 тысяч актов рождения мальчиков. Девочек в 2019 году родилось меньше – около 28 тысяч. Самое популярное имя, которое для своих детей выбирают петербуржцы – для мальчиков – Александр, для девочек – Софья. Набережную мойки размыло. По одной из версий, это следствие частых и затяжных дождей, которыми так отличалась нынешняя зима в Петербурге. Но есть предположение, что размыв вызван нарушением гидроизоляции, проходящего здесь под землей водопроводного коллектора. Плохо то, что набережную размыло в самом заметном, с точки зрения открыточных планов города, месте. Это участок мойки между Марсовым полем и Летним садом. По словам представителей моста Треста, работу они смогут начать не ранее конца 2021 года. В знаменитой бане на улице Карбышева, которую еще со времен Ленинграда называют «Шайба», будут проведены реставрационно-ремонтные работы. Эта баня уникальна не только своей круглой формой, напоминающей шайбу. Она работала почти всю блокаду. Лишь на время с сентября 41 по апрель 42-го из-за отсутствия воды и электричества круглые бани были остановлены. Реставрация пройдет под наблюдением и надзором со стороны КГО. Полицейские провели обыски в помещениях фирм, которые занимаются оккультными и магическими практиками. Причина – возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество». Один из пострадавших отдал этим колдунам и гадалкам 200 тысяч евро за право несколько часов полежать в гробу с целью обретения чистоты и сознания духа. Продолжаем выпуск. На этой неделе стали известны предложения рабочей группы Госсовета по смягчению в России законодательства в области предпринимательской деятельности. Это эхо слов Владимира Путина о том, что сейчас в стране ситуацию, связанную с барьерами и помехами малому и среднему бизнесу, можно охарактеризовать только одним словом – безобразие. Так вот, эти поправки декриминализируют многие нарушения со стороны предпринимателей. Например, будет отменена уголовная статья за невыплату зарплаты сотрудникам. Также будет отменена формулировка «преступное сообщество», созданное с целью получения экономической выгоды. Как тоже верно заметил Владимир Путин, сейчас любой совет директоров любого предприятия подпадает под это определение. Также будут расширены параметры налоговых льгот. Одним словом, наступает экономическая оттепель. Такое мнение высказывают одни эксперты. Или же нет, это очередная компанейщина, через которую мы уже проходили в нашей истории. Так же, как Ленинская НЭП или Горбачевский закон о кооперации, а какую позицию в этом вопросе занимают представители бизнеса в Петербурге? Евгения Альфельд собирала, как говорят эксперты, мнение рынка. В Петербурге менее 5% населения, то есть только каждый 20-й, хотя бы раз в жизни пробовал заниматься бизнесом. В Америке предпринимательство пробует каждый четвертый. Я всегда работала по найму, а надо бы сделать первый шаг. Для многих это городской центр поддержки предпринимательства. Вот такая идея есть – делать авторские принты на одежде. Насколько это, в принципе, сложный бизнес, с чего начать. Начинающий предприниматель консультирует юрист по предварительной записи. Он поможет вам разобраться с порядком регистрации, с чего начать, чем закончить, что лучше открыть ЭП или БО, либо зарегистрироваться как самозанятый. До консультации с юристом отправляюсь на шоколадную фабрику поговорить с успешным бизнесменом Андреем Шарковым. Эта линия для отливки мармелада стоила 2 миллиона рублей. Андрей придумал, как самому переделать ее под более дорогую для работы с шоколадом и сэкономить 4 миллиона. Хочешь жить – умей крутиться. Этот цех был взят для нового оборудования, потому что мы расширяемся достаточно серьезно. Куплена новая техника, вот она здесь стоит, приехала из Китая, и вот она не работает сейчас, потому что она должна была настраиваться в этот момент, прямо в этот день, в эту минуту. Любой бизнес – это риск, который не пропишешь ни в одном бизнес-плане. Запуск новой линии затормозил коронавирус. В Петербург не смог приехать китайский наладчик. В итоге срывы контрактов, арендная плата впустую. В ремонт этого цеха Андрей и так вложил полтора миллиона рублей. Нужна инфраструктурная поддержка, не надо денег. Деньги – это такая непозрачная история. А вот если дать реальным производителям площади, мощности, киловатты, коммуникации, подъездные пути – вот это будет мощнейшая поддержка. Я буду жить теперь один, и я как терминатор. За права малого и среднего бизнеса теперь будет бороться Сергей Шнуров. Неожиданная новость этой недели. Петербургский музыкант, который и сам стал бизнесменом от шоу-бизнеса, вступил в партию роста. На самом деле экономика растет из культуры. И об этом мы еще поспорим. Да ладно, ладно. По данным уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, за прошлый год в России зарегистрировано 317 тысяч экономических преступлений. Едва ли не вдвое больше, чем годом ранее. Настоящая экономическая оттепель еще не наступила. Такое ощущение возникло, что какое-то потепление идет в этом смысле. Прежде всего, это касается, конечно, суда присяжных по экономическим преступлениям. Кроме этого, конечно же, это и следственные судьи. Очень важное, нужное решение. Сегодня огромная проблема в процессуальных решениях. Когда один и тот же судья принимает решение в 17-е, а у нас в практике есть, 17-й раз продлить меру пресечения арест, связанный с арестом предпринимателя, он уже не сможет по существу дела принять правильное решение. 14 марта 1921 года, дата рождения НЭПа и его заманчивого лозунга «Обогащайтесь». Новая экономическая модель, которая обернулась не успехом, а появлением практически ругательного слова «НЭПМАН». Спустя почти 30 лет после хрущевской оттепели, 26 мая 1988 года был принят закон СССР о кооперации, который разрешил заниматься всем, что не запрещено, в том числе торговлей. Это оцифрованная копия газеты «Труд». Среда, 8 июня 1988 года, цена 4 копейки. И здесь, на первой странице одной из главных газет страны, был напечатан закон Союза Советских Социалистических Республик о кооперации в СССР. Но экономического чуда не произошло. Кооперативы не избавили страну от дефицита, а лишь привели к расколу спекулярства. Ленинград, 1989 год. Солдаты у видеосалона. Именно этот бизнес расцвел после выхода нового закона. А теперь посмотрим, как работает видеосистема. Купив за 200 рублей видеомагнитофон, можно было заработать целое состояние на боевиках про каратэ или фильмах для взрослых, на которые втайне от родителей ходили все подростки. Ты великолепна! Я хочу все сделать, чтобы тебе было хорошо. Билет в видеосалон стоил рубль в пять раз дороже, чем в кино. Вот такой бизнес по-советски. Об авторском праве в Советском Союзе никто не слышал. Зато сейчас регламент во всех сферах бизнеса настолько жесткий, что термин «регуляторная гильотина» уже хорошо известен каждому. Гуру петербургского кофейного бизнеса на протяжении 8 лет открывают одну кофейню за другой, привозят экзотические сорта, повышают кофейную культуру. Проверки и контроль их уже не пугают. Но для начинающих круги согласований становится препятствием. Для того, чтобы бизнес развивался, должно быть как? Да, ребята, открывайтесь. Вот пять правил, четыре, десять. Но они вот понятные, вы их соблюдайте, и все будет здорово. А в воздухе витает обратная история. То есть для того, чтобы вы открылись, если вы сделаете то-то, вас закроют. Если вы сделаете то-то, вас закроют. Даже те, кто хочет работать правильно, рискуют получить штраф или требование закрыть заведение. Только в прошлом году в Петербурге закрылось 400 ресторанов. В том числе из-за административного давления. В определенный момент пришли к тому, что нам в штате нужен юрист, потому что многие вещи, например, мы своим, вот складом ума, да, или взглядом на какие-то вещи не можем правильно расценить, да, потому что это стезя юриста. А согласитесь, многие не могут себе позволить держать в штате юриста или даже там обращаться к юристу, потому что работа его достаточно дорогостоящая. Какая-то маленькая кофейня, да, или там окно с горшками. Да, 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 да. А вот крупный бизнес ждет партнерства с государством. Особенно это касается медицины. Симбиоз очевиден. Очень многие клиники, сети крупные, могут быть полноправными партнерами государства по оказанию услуг медицинских, по обязательному медицинскому страхованию. Мы могли бы быть большой поддержкой для государства. Разгрузить очереди в поликлиниках, разгрузить очереди в больницах. И территориально, может быть, кому-то было бы удобнее попасть к нам, но пока мы в этой программе не участвуем. К чему в итоге приведут те меры, которые готовит рабочая группа Государственного совета, сложно сказать. Но очевидно одно. Вся мировая экономика держится именно на малом и среднем бизнесе, без которого не будет и самого среднего класса. Евгения Альфельд, Пульс, Города. Еще об экономике. На этой неделе губернатор Александр Беглов продолжил встречи с представителями Туркменистана. Только недавно петербургская делегация вернулась из Ашхабада, и теперь уже этот диалог продолжается на берегах Невы. На этот раз Беглов встретился с министром промышленности и строительства Туркменистана Сердаром Бердомухамедовым. Были подписаны документы о сотрудничестве в области информационных технологий и инноваций. Присматриваются в Туркменистане и к нашей дорожной отрасли, так как сейчас в Ашхабаде планируют начало строительства новой дорожной большой такой крупной инфраструктуры. Но и неизменным направлением нашего сотрудничества остается научная деятельность. Наши петербургские археологи из Института материальной культуры продолжают уникальные раскопки на территории Туркменистана. Одним словом, Россия в лице Петербурга и Туркменистан становятся ближе друг к другу. Напомню, что Туркмения – одна из богатейших стран по запасам природного газа, занимает четвертое место в мире. Конечно, дружить с такой страной может быть не только интересно, но и полезно. Для справки, кстати, бензин сейчас, там, в Туркменистане, стоит 6 рублей за литр на наши деньги. А до последнего времени в Туркменистане вообще не было коммунальных платежей. Вода, электричество, газ – все было бесплатно для населения. Для нас это звучит как фантастика. Вот давайте чуть более пристально вглядимся в эту увлекательную, экзотическую, на первый взгляд, страну. Наш специальный корреспондент Евгений Соловьев только что вернулся оттуда в составе официальной петербургской делегации. И вот что поразило его во время поездки. Итак, заметки петербургского следопыта, который он сделал, бродя по дорогам Туркменистана. Ашхабад встречает делегацию северной столицы России вот такими удивительными пейзажами. Минус один на улице и снег – крайне редкое явление для вечно зеленого города. Но здесь привыкли видеть во всем хороший знак похолодания на улице. Но не в отношениях. Впрочем, холодными наши отношения с Южной Республикой никогда и не были общего слишком много. Ашхабад является отдельной административно-территориальной единицей с правами Велоята, то есть области. По российским меркам – город федерального значения, как и Санкт-Петербург, собственно. После раздела советского наследства Туркменистан стал своеобразным островом благополучия, объявив о своем нейтралитете ко всем межгосударственным конфликтам и своеобразным гарантам спокойствия и безопасности. Здесь это очень ценят и очень этим гордятся. Грандиозная архитектурно-скульптурная композиция установлена здесь по случаю принятия Организации Объединенных Наций 12 декабря 1995 года статуса о нейтралитете Туркменистана. Монументально. Ну, впрочем, то, что создано природой, смотрится не менее грандиозно, а там, за горами, туркмено-иранская граница. До нее, если верить картам, километров 25, разделяет которая Капитдагская гряда. Горы молодые, поэтому часто эти территории трясет. Не очень часто – очень сильно. 70 лет назад гнев гор магнитудой почти 8 баллов не оставил здесь камня на камне. И это событие вошло в мемориальный триптих, один из самых больших на всем центрально-азиатском пространстве. Называется он «Народная память». Еще несколько часов назад заснеженный город к полудню невероятно преображается. Но солнечно и тепло по-южному. Если говорить о впечатлениях, самые верные первые. Так вот, первые впечатления – это широченные проспекты, огромное общественное пространство. Весь город как одно большое общественное пространство. Белый мрамор из золота, шикарных зданий, не только административных, но и жилых. А, да, и белые автомобили – это отдельная история. Отдельные, потому что ходили слухи, будто негласно. В стране было запрещено иметь любые другие автомобили, кроме белых. Такая вот, мол, блажь. На самом деле все банальнее. Летом в этих местах температура воздуха поднимается до плюс 50. Попробуйте ездить в такую погоду в черной машине, и вы прославите мудрость любителей белого стайла. Это, на минуточку, остановка общественного транспорта, друзья. Застекленная. С кондиционером. Хорошая, да? Хорошая. Так, где живет это? В Санкт-Петербурге. А? В Санкт-Петербурге. В Петербурге. Хороший тут, где язжу русский. Русский? Тут, где язжу. Я не знаю. А салам алейкум, у меня друзья начнут. А друзья, как известно, плохому не научат. Как беречь свою историю и приумножать богатство. Здесь по праву гордятся самыми большими в мире коврами, сотканными вручную. Для них даже целый музей создан. К примеру, вот этот гигант, сотканный за 8 месяцев, ко Дню Независимости, весит, внимание, 1200 тонн. Ну, а если у них самый большой, то у нас самый древний. Все слышали, а многие даже видели знаменитый пазырыкский ковер в собраниях Эрмитажа, возрастом 2500 лет. Есть у Азиатской республики и другие предметы гордости. Будущие великаны, рожденные самой Туркменией, чья родословная насчитывает тысячи лет. Знакомьтесь, вот этого красавца зовут Карагюс. И он настоящий объект национальной гордости. Весьма милый предмет гордости, надо сказать. Столь тесно пообщаться с этим грозным в будущее бойцом можно лишь при одном обстоятельстве. Когда ему всего три месяца от роду пройдет, всего совсем немножко времени, и я уже вряд ли смогу себе такое позвать. Покинуть страну, честно говоря, поворачиваться к ней спиной жутковато. Он не может быть продан иностранцу, как Адарин. Один из таких гигантатов, который подарил в свое время президенту Владимиру Путину. Пожалуй, всего еще один представитель Туркменской фауны столь же титулован и облачен вечной славой лишь за один факт своего существования. А халтыкинский скакун есть даже на гербе страны. И этот конь, само воплощение, стремительности, внешней красоты, выносливости и преданности, все, что так ценит туркменский народ. В лошадях, конечно, тоже, но все же прежде в людях. Евгений Соловьев, пульс города из Ашхабада. Возвращаемся в наш холодный Северный Петербург. Одна очень интересная новость пришла из Петербургского парламента. Дело в том, что там на днях депутаты приняли поправки к закону о туристической деятельности. И в соответствии с этими поправками уже в ближайшее лето экскурсионные прогулки по крышам могут стать легальными. Естественно, проходить они будут только по тем крышам, которые будут безопасны и соответствующим образом оборудованы. По мнению экспертов этой области, наиболее интересные городские панорамы открываются с крыш домов, расположенных на Петроградской стороне и на Васильевском острове. Так что летом пойдем айда гулять по крышам. Уже на всех законных основаниях. А вот экскурсии по проходным дворам Петербурга еще никто не легализовывал. Да и смысла в этом особого нет. Потому что в лихие 90-е почти все проходные дворы были перекрыты железными решетками и воротами. Но все равно это целая вселенная для пытливых краеведов изучения, которая открывает новые интереснейшие страницы истории города. Итак, петербургские дворы-колодцы как следствие уплотнительной застройки 19 века. Но почему эта градостроительная ошибка прошлого стала одной из главных примет современного Петербурга? Наталья Бандурина проведет нам свою экскурсию по проходным дворам Петербурга. Здесь дворы как колодцы, но нечего бить. Если хочешь здесь жить, то умерь свою прыть. И люди, которые живут в этом доме, смотрят на что правильно, на эту стену. Каким должен быть вид из окна квартиры настоящего жителя Петербурга? Вот таким он осязаем и в чем-то даже безнадежен. Можно я тоже попробую? Да, пожалуйста. Так, смертельный номер. Да, отличный вид. Не стоит даже задумываться, солнечная ли эта сторона. Она всегда одинаковая, кирпичная. В окне стена соседнего дома. Правда, дождь умудряется проникнуть и на этот подоконник. А вот проветривать почти бесполезно. Я говорю, я горжусь своим окном. У меня все друзья, кто приезжал после того, кто сюда переехал, они говорят, вау, у тебя такое окно, ни у кого такого нет. Ведь это своего рода инсталляция, современное искусство. Окно для тех, кто умеет фантазировать. Какие картины там могут появляться, если у вас плохое настроение? Ну, в принципе, можно представить какой-нибудь цунами, наводнение, горящие леса. В принципе, все, что угодно. В остальном классика жанра. Темная подворотня. Из достопримечательностей пункт приема стеклотара с 9 до 8. Стена к стене образует двор-колодец. Здесь пахнет сыростью и безысходностью, как практически во всех дворах в центре города. Петербургский феномен на самом деле памятник человеческой алчности. Во второй половине 19 века город переживает строительный бум. Доходные дома в Петербурге приносят больше денег, чем рудники в Сибири. Владельцы земельных участков стараются заработать на каждом метре. А от архитекторов требуют больше окон. Это значит больше комнат, а значит больше аренды платы. К дому, фасад которого выходил на улицу или проспект, сначала пристраивали флигель с одной стороны, потом с другой стороны. Особо предприимчивые умудрялись списать корпус здания посередине. Ну а сверху это целая система лабиринтов и ходов. И не то, чтобы схема проходных дворов зафиксировалась однажды и все. Нет, это живой организм. Где-то двор открывается, где-то закрывается, а где-то и вовсе появляется стена. Станислав сначала в качестве хобби, а потом искривеческим азартом начал исследовать Петроградскую сторону. Ходил ранее неизвестными маршрутами, фиксировал проходные дворы. Так получилась целая карта. По ней, например, дворами можно пройти с Большого проспекта до Большой Пушкарска, сильно сэкономив время. Маршрут такой, арка, вторая арка и самодельная лестница о ней знают не все. Для удобства есть дерево, но я думаю, что это происходит примерно так, и люди, скорее всего, берутся за дерево. И при этом даже вон остается отшлифованное кора у дерева. Тут как будто лаком покрыто. А вот этого места нет на карте из уважения к жильцам дома. Если все, кто живет здесь, выйдут во двор, то, скорее всего, они в нем не поместятся. Тут от силы 10 квадратных метров. В прямом и переносном смысле свой микроклимат нарушать, который не хочется. Можно сказать, что это самый маленький двор Калайс-Петербурга. Я думаю, что это точно один из самых маленьких, да и один из самых тихих, возможно. А этот двор Станислав отметил на карте с пометкой «Странное место». Этот двор особенно и тем, что в нем есть дом, в который не попасть с земли. То есть в этот дом можно зайти либо с одной стороны через галерею, либо через другой дом с другой стороны. С земли у него входов нет. Знаменитый дом Бюнау. Многим известен тем, что здесь жил Сергей Миронович Киров. С Кировичной улицы, с Каменноостровского проспекта, фасады украшены изящным декором. Здесь вон даже колонны красного мрамора. А вот этот серый облицовочный камень везли на заказ аж из Швеции. Одним словом, дорого-богато. И совсем другая картина во дворе этого дома. Здесь не то, чтобы мрамор не в том. Здесь штукатурка кое-где отсутствует. Ну, сами посмотрите. И здесь не один двор. Здесь целая система проходных дворов. И каждый из них пронумерован. Ну, и это еще не все. Колючая проволока, гаражи, граффити. Это не Купчино. Это центр Петербурга. «Буду погибать молодым» – это здесь. Клик начала 90-х и мистер Малой со своим манифестом на фоне Петербургской подворотни. «Буду погибать молодым». А в начале 20-го века это самый большой жилой комплекс города. Рассчитан на граждан с разной степенью платежеспособности. Те, кто побогаче, берут квартиры с выходом на парадную лестницу. Остальные пользовались черной. Она вела в узкий двор-колодец. Под одной крышей здесь сосуществовали. При этом не встречались друг с другом. Генералы и студенты-анархисты. Балерины и спившиеся рабочие. Сегодня, к слову, мало что изменилось. «Видно, как район оккультуривается и приобретает, в общем, должный ему буржуазный лоск. И вот эта вот часть, которая ближе к Неве, к домику Петра, там уже проходных дворов очень мало. Они все начинаются как раз вот в этой половине, которая больше ближе уже к Петроградской и станции метро Чикаловская». Искусством навигации по проходным дворам во все времена в совершенстве обладали мелкие воры и прочий преступный элемент. Как уйти от погони, где затаится Петроградка, в этом смысле была одним из самых подходящих районов города. И сегодня кого только не встретишь в подворотне. «Куда можно было зайти?» Больше всего жильцов домов с проходными дворами сегодня беспокоят наркоманы и те, кто оставляет так называемые закладки. Криминал и сегодня скрывается в этих закоулках. «Слушайте, ну нам очень неприятно. Ну реально страшно и неприятно. Несколько раз мы уже видели, опять, ну вот со всей картиной, там шприцами, перчатками и так далее, это вырывается и там это находится. Один раз соседка с пятого этажа чуть ли не куртку с него схватила». От незваных гостей дворы закрывают, ставят ворота. И пройти, скажем, через всю Петроградку или пересечь насквозь Васильевский остров уже нельзя. Проходных дворов становится все меньше, но они есть. Искать в них солнце бесполезно, зато история здесь за каждым углом. Шестигранника или другой неизвестной науке геометрической фигуры. С одной стороны памятник уплотнительной застройки, а с другой – это то, без чего нельзя представить Петербург. Наталья Бондорина, Пульс, Города. Ну а теперь, как говорили дикторы эпохи советского телевидения, новости международного положения. Сейчас, когда информационная волна о коронавирусе уже начинает потихоньку отступать на смену, ей приходит главный скандал Европы – Брекзит. Великобритания сделала свой выбор. Она уже ответила на вопрос «что? Выход? Выход из ЕС?». Но остался безответным второй вопрос «а как?». И этим сейчас живут все британцы. Нам, как европейской столице России, очень интересно, что об этом думают жители этой страны. Не политики, не премьеры, не депутаты английского парламента, а обычные граждане. Вот мы обратились к нашим нештатным корреспондентам Пульса Города, которые для нас подготовили вот этот репортаж. Итак, Брекзит – взгляд из Лондона. Специально для зрителей Пульса Города. Мои коллеги говорят, что навсегда запомнят гнетущую и депрессивную обстановку в офисе в июне 2016 года, когда Великобритания приняла решение о выходе из ЕС. Люди понимали, что не смогут так легко путешествовать, учиться и работать в Европе. Но в то же время старшее поколение, которое как раз голосовало за Брекзит, надеется, что им больше не придется жить по европейским законам, что они смогут уединенно жить в Великобритании, как и раньше, приходить в паб, где их все знают, где бармен достанет их личную кружку и нальет им туда пиво. И когда Великобритания все-таки вышла из Европейского Союза, люди отнеслись к этому абсолютно спокойно. Честно говоря, за 3,5 года все устали от Брекзита, понимали, что он неузбежен и хотели, чтобы это произошло как можно скорее. Даже самые ярые противники Брекзита из моего окружения на протест не пошли, не говорят, что пока не понимают, как на них скажется выход из Европейского Союза, но они теряют оптимизма и надеются на самое лучшее. Вот Шалтсбери-авеню. Прекрасный центр Лондона. Есть ли здесь признаки Брекзита? Нет. Я думаю, пройдет еще немало времени, прежде чем мы увидим какую-то реальную разницу. Надеюсь, с мелкими последствиями мы справимся быстро, но политика – это всегда полная неразбериха в нашей стране. Это, конечно, многих других стран касается. Брекзит тут не поможет. Но это уже произошло. Надеюсь, европейцы не будут думать, что британцы стали недружественной им нацией. Надеюсь, Британия также останется одним из мировых лидеров. Я знаю, наша страна – лучшая в мире. По моему мнению, нам лучше было бы быть с Европой. Ну и на самом деле Брекзит не так уж и далек от нас, потому что Брекзит коснется Европы, а мы – европейская столица России. Поэтому коснется это рано, поздно или нас. Но об этом мы будем думать позже. А пока вот о чем. 23 февраля, конечно же, это главная тема нашей заключительной рубрики «Кино и песни». Мы поздравляем всех с этим замечательным и великим праздником. И мы поздравляем не только защитников Отечества, но и тех, кто оберегает этих защитников, их самых любимых, дорогих и близких в жизни людей. Этот клип мы посвящаем вам, защитнике Отечества, и тем, кто вас защищает. 5, 4, 3, 2, 1, огонь! Скоро, Дембель! Скоро, Дембель! Скоро, Дембель! Скоро, Дембель! Скоро, Дембель, девчата, девчоночки, на попутки приедут домой. Эх, я вас зацелую в стороночки И не знаю, в кого я такой. Как я буду вас кверху подбрасывать, Громко-громко о жизни кричать, А медали, медали позавекивать И о прошлом не наплевать. Да, я стану живой, Да, я приеду домой. Мы туда колесились потихами, Песни пели, снимали кино. А когда мы обратно ехали, Только молча смотрели в окна. Да, я остался живой, Да, я сумел пройти, Да, я приехал домой. Это все, о чем мы вам успели рассказать за один час. Надеемся, что после нашей программы вы почувствуете себя чуть более осведомленными петербуржцами. Ну, а мы вернемся в эту студию ровно через неделю, чтобы вновь и вновь сказать вам, это ваше право ведите знать, чем живет великий город наш долг. Я Юрий Зинчук, всего вам доброго и хороших новостей!